Приветствую вас! Прежде всего, мне бы хотелось сказать, что свое комфортное состояние вы не вернете. В том смысле, что не получится просто взять и сделать так, чтобы оно вот у вас было сразу. Таким, каким оно было когда-то. Потому что, если так случилось, что из своего комфортного состояния вы вышли, то это значит, что оно не было для вас по-настоящему комфортным. Это значит, что состояние для вас само по себе было иллюзией и поддерживалось, ну, за счет как минимум тех вещей, которые не принадлежали вам. За счет девушки, за счет того, что у родителей все было хорошо. Вот. И сейчас, когда вы знаете, что какие-то вещи от вас, например, не зависят, да, ну напрямую не зависят, что вернуться в комфортное состояние вам уже не получится. Не получится именно в то состояние, какое было. А вот в то состояние иллюзии, а сейчас вы уже знаете, как обстоят дела. И ваше комфортное состояние, его как бы нужно воссоздавать заново. Путем самостоятельного решения тех проблем, которые стоят на пути к тому, чтобы чувствовать себя гармонично. Это первое. Второе. Чувствовать себя гармонично всегда нельзя. То есть, рано или поздно, вас все равно будет что-то выводить из этого состояния. Относиться к этому нужно спокойно и реагировать на это конструктивным образом. У меня же сложилось такое впечатление, что вы бежите от проблем, что вы не хотите, чтобы эти проблемы были. Вот, у меня такое ощущение сложилось, что вы пытаетесь как бы вернуть все, что было у вас, вернуть вы пытаетесь. Вот, но только нужно понимать, да, что это невозможно. Это первое. Второе. Значит, что касается отношений ваших с девушкой. Значит, ну, во-первых, у вас они не завершены. Это первое, что важно понимать. То есть, вы их не завершили. По какой-то причине видимой и понятной вам. Да. То есть, девушка вам четко дала понять, что вы на нее не обращали внимание. Девушка четко дала понять, что ей не нравилось, что ее не устраивало. Вот. А вы это никак не комментируете. Вот. Но, тем не менее, совершенно очевидно, что до сих пор в ней нуждаются. А? В девочке, я имею в виду, вы до сих пор нуждаются. И возникает вопрос, тогда, с чем связана подобная нуждаемость? Там будет совершенно очевидно, что вы с ней не столько хотите быть сейчас, сколько нуждаетесь в ее поддержке. Вот. То есть, по какой причине вы нуждаетесь в ее поддержке, чего не хватает вам. Что вас стимулирует снова и снова возвращаться мыслями к ней. Ведь у нее сейчас относительно все неплохо. То есть, она живет дальше, и это ее выбор. Это то, чего она хочет. Вот. Но вы как будто, как будто бы этого не принимаете. Вы как будто бы отказываетесь это принимать. И я понимаю, почему. Я понимаю, почему. Потому что вам не хватает. Вам нужна, вам нужна поддержка. Если сейчас вам плохо, вы нуждаетесь в девочке. Вот. Но девочка-то вам не может дать того, что вы хотите. Не может, не хочет. Имеет право не давать. Вот. Поэтому. Первое, что здесь нужно, это завершительные отношения. Завершительные отношения эмоционально. Что это эмоционально? Девочку отпустите. Отпустите. Для этого, с одной стороны, нужно, чтобы вы сместили акцент в отношениях с девушкой, себя на нее. То есть, чтобы вы, ну, скажем так, не думали о себе. Чтобы вы не думали, что дело в ад. Потому что, как правило, основная причина, по которой люди не могут завершить отношения, это то, что человек вот думает, что это все из-за него. Ну и плюс, сама, сама девочка же тоже указала вам на то, что якобы из-за вас она ушла. Вот. На самом деле это не так. Вот. Вот. И будь у нее к вам чувство, она бы, скорее всего, не ушла бы. Вот. Это совершенно точно. То есть, тут вот. Тут вот. Такая история. И мне кажется, что обратить внимание здесь нужно именно на это. Да? Эээ, значит, далее. Значит, смотрите. Эээ, вы отказываетесь признавать, эээ, свое развитие. То есть, 22 года вы достаете с девушкой, с которой встречаетесь еще со школы. В 20, повторюсь, два года, это у вас происходит. То есть, 22 года и школьный возраст, это весьма и весьма большой, весьма и весьма большой срок. Вот. Вот. Это очень большой срок, на самом деле. За это время люди становятся совершенно другими. Вот. Либо вы это игнорируете по какой-то причине, тяготеете, например, больше, как, допустим, к прошлому, нежели к настоящему. Вот. Либо вы настолько не уверены в себя, что, эээ, держитесь, скажем так, за девушку. Вот. Но, так или иначе, так или иначе, мне представляется история, история такой, что это нормально, абсолютно нормально, что вы с девочкой расстались. Абсолютно нормально, что вы с девочкой больше не вместе, потому что вы стали другими людьми. Вот. То есть, эээ, другие люди, это нормально. Вот. Изменение личности, это нормально. Другое дело, вопрос взят в том, что вы потеряли, да? Вот. При взаимодействии с ней, что вы потеряли? Что вы потеряли, когда она ушла? Вот. И как вы ее воспринимали? Судя по тому, что она говорит, да, вы не уделяли ей, ээ, должного внимания. Эээ, вот. Ну, значит, значит, вы воспринимали ее, как что-то само собой разумеющееся. Вероятно. Ну, а девочке это, естественно, не нравится. Никому это не нравится. Так. Значит, эээ, значит, вы пишите, что в последнее время относился к ней наплевательски, одним словом, просто ее не замечал. Так, а вот вы сами, так как к этому относитесь с Италией? Вы считаете, что девушка права или нет? Здесь. Ээ, после расставания мы не здоровались, никак не приписывались. Мои попытки наладить с ней общение, уничтожились права. А зачем вы пытались наладить с ней общение? Для чего? Чтобы что? Ээ, мне 24, я работаю, работа нравится. Хорошо, что вы работаете, хорошо бы работа нравится, но что дальше? Какие перспективы? Есть ли эти перспективы у вас? Девушки у меня нет, но есть девушки, с которыми общаюсь и сплю. А зачем вам девушка? Вот понимаете, да, у вас достаточно важное значение занимает девушка, но зачем они вам? Серьезных отношений у меня так и не было с тех пор, и никого я больше к этому времени не полюбил. Ну, правильно, потому что, чтобы полюбить, нужно иметь для этого ресурсы. Это не так просто, взял, взял, полюбил. Нужны, нужны ресурсы для этого. Есть ли у вас для этого ресурсы? Большой вопрос. Мне кажется, мне кажется, что нет для вас ресурсы. Не давно у меня в семье случилась беда, я как единственный ребёнок в семье стараюсь, что я могу помочь родителям отнимать много сил, так как ещё и работаю днями и ночами. Так, смотрите, Виталий, вот здесь один из ключевых моментов. Значит, вы говорите, я как единственный ребёнок в семье, да, то есть сразу уже такая гиберответственность на себя взваливается. Чем могу, чем могу, стараюсь помочь родителям. И это отнимает много сил. Если вы чем можете, стараетесь помочь родителям, и это отнимает много сил, то это уже ничем могу помогать. Вы уже помогаете явно здесь, через чур. То есть это уже не посильная помощь. Это уже не посильная помощь. Это уже жертвенная помощь. Это именно жертва, что вы делаете сейчас. Это именно жертвенная помощь, это именно помощь через жертву. И вы делаете это, потому что считаете себя обязанным, потому что, возможно, у вас чувство вины. Вот. То есть понятно, беда случилась, это понятно. Но беда может произойти с каждым. То есть вы днями и ночами работаете, изматываете себя, никому пользы не принесёт. Родители не будут в восторге, если вы, например, перестанете о себе заботиться, или, не дай бог, заболеете, или с вами что-то ещё случится, и ещё тогда. Поэтому здесь, а, не умение отграничивать свою ответственность от других, от ответственности других, б, возможно, не умение сказать нет. Вот. И как следствие из этого вытекает, что вы не уверенны в себе. И как следствие из этого вытекает, что, скорее всего, ваш папа не очень уверен в себе, либо наоборот, слишком авторитарно. Всеречур авторитарно не подавляет вас. Вот. Сильно у вас и материнское начало. То есть либо вы с мамой были достаточно близки, либо мама занимает достаточно серьёзное положение в вашей семье. Вот. С этим аспектом тоже нужно корректировать. Вы пишите, мне самому сейчас нужна поддержка. Окей. Вам нужна поддержка. Какое отношение к поддержке имеешь, эээ, любимая? Бывшая. Смотрите, она не бывшая для вас, она любимая для вас. Сейчас вы это спорю любите. Но любовь проявляется в том, что вы нуждаетесь в поддержке. То есть вы от неё берёте то, что вам не хватает, вы от неё берёте того, чего нет у вас. И поэтому о ней вспоминается. То есть, когда вам хорошо, вы о ней не вспоминаете. Когда вам хорошо. И только когда вам не по себе, вы вспоминаете о ней. Ну, я не только в вас обвиняю, да. То есть, если бы у вас отношения сложились, ну, может быть, это было бы неплохо. Но в текущей ситуации это скорее вам вредит, чем оказывать пользу. Потому что девушка чувствует, что вы мне нуждаетесь. И чувствует, что вы вспоминаете о ней только когда вам тяжело. И, соответственно, это вызывает у неё негатив отторжения к вам. Поэтому вот вы сами перечитаете, да, перечитаете. Мне самому сейчас нужна поддержка. Именно поэтому я вспоминаю это время, когда со мной была моя любимая. Как она меня поддерживала и любила в такие моменты. Понимаете, да. То есть, любимый человек, как своего рода такая батарейка. Как своего рода такая поддержка. Так не может быть. Так не может быть. То есть, так может быть. Но только с теми, кто этого хочет. Понимаете. И у вас то, что вы описываете, да, это не любовь. Пока что. Пока что это не любовь. Пока что это просто нуждаемость. Вот вы нуждаетесь в девушке, потому что вам нужна поддержка. А как вы себя чувствуете без поддержки? Что вы чувствуете? Вот. Почему поддержка-то нужна? То есть, когда нужна поддержка? В каких случаях? Поддержка нужна в тех случаях, когда человек сам не справляется. Да? Смотрите. Если человек сам не справляется, значит он неправильно рассчитывает свои силы. Если человек неправильно рассчитывает свои силы, значит у него не проставлены личные границы. Но он не отправил. Человек берет на себя чересчур много. Слишком много. Из-за этого страдает. Это означает, что вам для того, чтобы перестать нуждаться в поддержке, нужно просто брать на себя под сильные задачи. Да, это тяжело. Да, это больно. Да, придется отказывать близким и родным. Да, это так. Но другого выхода нет. Другого выхода нет. Пока. И отказав, и делая то, что вам по силам, вы сможете делать это хорошо, приобретать в себе уверенность, и тем самым не нуждаться в поддержке других людей. Понимаете? А то так получается, что когда вас поддерживают, вы можете, может быть, и больше, чем один. Но получается, что это как бы не вы, а как бы кто-то другой. И хорошего в этом, на мой взгляд, ничего нет. Ну да, вы не настоящие здесь. Дальше. Сейчас она другая, живет за две тысячи километров от меня. У нее тоже нет семьи, как у меня, не замужем. И что? Как бы это нормально, что она другая. Может быть, она потому и ушла от вас, что она стала другой. Ведь вы же со школы вместо. Я все же решился написать, я очень долго собирался и написал, мне не удалось развить общение, она попросту не хочет. Так. Я все же решился ей написать, для чего очень долго собирался, чего боялись. Чего боялись. Мне не удалось развить общение, она попросту не хочет, но это ее право. Вот, её право, а вы считаете, что она должна? А позицию не хочу выразить в прошлом. Это верно, хотя я хотел поговорить о настоящем. Она не верит, что вы можете поговорить о настоящем. Это первое, второе. Ну, для неё, возможно, прошлое ещё тоже имеет какую-то важную роль. Особенно, если девочка считает, что вы на неё не обращали внимания. То есть, как бы, она чувствует себя оскорблённой. Она, возможно, вас ещё не простила. Времени для этого прошло слишком мало. А меня очень ударило это. Что именно? Что именно вы ударили? Понимаете, это вот детская такая позиция. Это позиция ребёнка. Позиция ребёнка, да? Обидно. Детская обида. Вы сейчас чувствуете обиду. Понимаете? Обиду вы чувствуете именно потому, что нет личных границ. Вот у вас в семье, у вас в семье не принято у вас отличные границы. И не принято говорить «нет». То есть, может быть, знаете, вы производите впечатление человека такого, знаете, культурного, вежливого, вежливого, интеллектуального. Вот. Но, это на поверхности. А чуть глубже, если копнуть, чувство вины, обязанности, да. Может быть, формально вы кому-то что-то можете позволить? А в действительности будете обижаться. Знаете, какая история? История. То есть, вот эти аспекты нужно корректировать. А это то, что у вас в детстве было. То есть, сейчас просто ребёнок. Маленький ребёнок, который потерял, эээ, духовно, духовно, духовно потерял своих родителей. Вот, а что у них беда, и вы вынуждены помогать. И, возможно, вы чувствуете себя родителем по отношению к ним. И, который обращается к своей девочке, как к матери. А девочка, чувствуя себя мамой, эээ, в отношениях с вами, не хочет поддерживать такого типа взаимодействия. Это всё. Поэтому вам нужно становиться взрослым. Вам нужно развивать взрослую компонент личности. Вам нужно учиться говорить «нет», в первую очередь, себе. Вот, потом другим. И, соответственно, корректировать свои возможности и свои силы. Вот. И далее работать с ожиданиями и с вашими желаниями. Потому что вот то, что вы описываете, это очень по-детски звучит. Но это не в обидном значении этого слова, да, а в том плане, что это просто детское поведение. И я понимаю, потому что вы не привыкли удовлетворять свои желания, не привыкли их реализовывать. Ну, конструктивным образом. Образом. Вот. Сейчас чувствую себя опустощённым. Из-за чего? Из-за чего? Знаете, вы не написали, что именно вас вас ударило и почему. Не раскрыли это. Вы не написали, что это за чувство опустощённости у вас. Как вы его ощущаете? Да? Но ведь именно раскрытие этих состояний и помогло бы понять, чего вам не хватает и в чём заключается противоречие. Вот. В чём заключается борьба вашей внутренней дисгармонии? Дисгармония. Ведь дисгармония и отсутствие комфорта – это внутреннее противоречие, это несоответствие. Поэтому давайте посмотрим, что чему несоответствует и просто выровняем это. Вот. Другой вопрос. Готовы ли вы заплатить цену, которую нужно платить за выравнивание? Потому что выравнивание – это всегда в некоторой степени болезненно, это всегда изменение поведения, это всегда ожидание других, неоправданное ожидание других. В данном случае, вот, то, что вы чувствуете сейчас, да, то, что вот, ну, то, что вы ощущаете из-за того, из-за того, например, что девушка ваша не дала вам того, в чём вы нуждаетесь. Вот тоже самое, более чувствуют все люди, другие люди. Вот. И, и, это может быть для вас очень неприятно, вот. Поэтому я рекомендую вам подготовиться к этому несколько морально, спросить себя, готов ли я к этому, готов ли я к работе над собой. Потому что вы живёте так, как живёте не первый год, и отношения с родителями у вас складываются не первый год. Поэтому один ответ, один совет прочитать мало. Нужна работа, индивидуальная работа над собой, то есть разбор всего-всего, что у вас происходит. Ну, вот, и, соответственно, поддержка вас в новом формате поведения. Так что выбирайте себе эксперта и начинает работать, я думаю, что так. Да, ну вот, в качестве рекомендаций, в качестве рекомендаций, что вам можно сказать, это поставить себе цель, да, ставить себе цель, не брать на себя то, что вам не по силам. Это вот первое. Самое главное первое. И второе, определить свои собственные желания. То есть отделить ваше желание от того, что вы чувствуете к девушке. И вот спросить, а вот если я не буду ничего хотеть от девушки, она мне вообще будет нужна девушка или нет? Вот. Это очень важный момент. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует.